Большая стабильность повышения клиентов для нас подвижен уход в личные строительства. Обратив внимание на рынок повышенной ненужности по поводу Песнярска и Песнярского края, мы обратили внимание на такое противоречие. С одной стороны, на одному же Голубой океан, в 2015 году в Песнярском крае не было ни одного лифтерианного парка, спецгородок был пустой, но его можно было заходить. С другой стороны, на уведение более миллиона квадратных метров не использованы в личной недвижимости, прячется абсолютно разным состоянием готовности к производству. И, кстати, у нас стал вопрос, какой модель мы бизнес-модель нам использовали для того, чтобы наш проект был успешен. И, по большому счету, наша бизнес-модель, она зиждется, если можно так сказать, о том, что вот это другая параметра. Первое, мы изучили опыт, то есть, что это факт, который работает на западе этой страны, изучили опыт, на обездах фактов, и решили, что для нас будет максимальная модель корпуса. То есть, когда мы строим неспекурутивную недвижимость, то сначала находим резидента, ввести на его потребование, это теоретические задания, и затем, как мы уже считаем, в принципе, его строить судовещение. Второе, базис на принципе нашей работы, нам необходимо было увеличить обращение с наших средств. В рынок продажи повышенных помещений, практически отсутствовал, они продавались, но достаточно низкой ценой. Сроки купаемости с нашим первым резидентом у нас были достаточно высокие, это 7 или 12 лет получились, то нам нужно будет таким образом устроить обращение с средств. Для этого мы, собственно, и привлекли к нас с ОПР, которые тоже будут выводить оборудование, потому что это жилищная степь, и строить, продавая жилье, получая больше оборотов людей, и мы получили возможность вкладывать их в обращательную строительную дату. Вот два таких базисных принципа, которые мы предоставили. Но проблема, с которой мы столкнулись, заключается в следующем. Если в документе на среда, то есть более прямого продавца к метрам, недостаток деятельного потока и отсутствия нормативных правовых масс. Мы на тот момент обладали вот таким видом ресурсом, то есть вот была земля, около 40 гектаров, у нас была инфраструктура, и это снабжение, это снабжение, это промышленное инфрижное существующее, ну, естественно, более бюджетное. И вот со всеми этими ресурсами нам нужно было таким образом быть отрядоспособными в этой форме ресурсов. Как я сказал, мы разделили наши земельные участки в сторону этой части. Часть ушла в жилое строительство, часть ушла в индустриальный парк. Но, кстати, это процесс прожил о том, что первый рост индустриальный парк, на следующий день, превышает моменты в росте жилого строительства, что, собственно, подтверждает правильность выборов на аналоге. Каким образом мы решали проблему с компонентной среды? Первое, я уже сказал, рефилициации бизнеса, второе, применяем бизнес-модель, это кусьют. Третье, касающиеся людей, мы формативировали наших менеджеров в отделах аренды по количеству сданных в тех программах и титров и воспользовались тем самым ужесточением законодательства по электросктивным компаниям, но немножко с другой стороны. То есть у нас сначала попробовали стать тракториальностью организации самостоятельно, получили тариф, но успеха нам до деятельности не принесли. В этом выборе, но каких-то больших заводов это мы не увидели. Поэтому мы воспользовались законодательством, когда многие сетевые компании, существующие в тридоре региона, в их сегодняшний день на условиях жизни существуют, не хватало как раз отдельных сетей для подтверждения статуса тракториальностью компании, мы стали сдавать в аренду. В сегодняшний день аренда только сетевого хозяйства для порядка 10% вырученной, дающей компании в среда марта. Ну, естественно, у нас появилась возможность доставлять электродырку своим президентам по высоким уровнем напряжениям, чтобы это подсъезжая стоимостью по сравнению с сетевым. Проект России тебе подсказал, то, что если касается системы расслабжения и кондиционирования, мы нормализировали ситуацию на цену капитальной затраты на их восстановление. Они, к сожалению, были существенно больше 50 миллионов чем у нас. Поэтому мы решили не просто продать. Мы, собственно, продали, получили дополнительные финансирования, и сейчас в этом режиме. Недостаток бережного подобия, вторая проблема, в которой мы решали, я сказал, аренды трассового хозяйства. мы были вынуждены продать часть объектов, входящих в институтеральный банк в начальном времени, продали сетевого расслабжения, снижение настрой стоимости семьи, у другого всем хорошо известного, и аутсорсинг, профильных бизнес-процессов. То есть мы, у нас, управляющая компания, выделили по максимуму все, что только вас может. У нас на отдельной компании работают ЖД-обступы, оказались только прогрузки и отгрузки, сопровождение, сочетание информационных технологий и так далее. Отсутствие нормативной правовой базы на регионе, которая не позволяла нам на тот момент как-то образом участвовать в получении субсидий для этого доставления не будет. Мы были вынуждены включиться в общественную работу, где совместно с администрацией региона на эту нагрузку на правовую базу парка. Ну и, естественно, сертификация ассоциации индустрия парка и в включении въезда в промо-российской операции, что является у нас в сведущей дополнительной конкуренто-имущественной территории. Таким образом, организация вот этого комплекса мира позволила нам создать такую комплектоспособную модель работы, которая отвечает на вопрос к предыдущим, провели анализ по нашим гражданинам. У нас в следующий день 14 раз идут в 48-й инфраструктурную площадку. По нашей статистике этот бизнес-модель позволяет сократить заплаты технологического предпринимателя от 18 до 50% в городе. Управляющим охранник берутся все затраты связаны с объектом движенности, включая государственные инфраструктуры. И по сумкам возвращаем сроки на 3-й 18-й месяц. с нами я не буду встречать. на 4-й на 4-й Андрей, у вас есть и Гвинфилд, и Браунфилд проекты, есть они не только вашей коллекционной локации в Благородской области, но и на дальнем восточной нашей страны. Скажите, пожалуйста, некоторые аспекты этой работы и особое внимание обратите на работу Браунфилд проекта. Ну и те отличия, которые публичные, если вы можете дозвучить, насколько сложно или просто вам работать с разными регионами наших, ваших странах. Спасибо. Здравствуйте, Джорни, коллеги. Действительно, на сегодняшний день мы выглавляем четырьмя партами. Два у нас действующих предприятия, это Гвинфилд, промышленный парк Северный, который уже практически сошел. И там, естественно, идет развитие части этапности тех предприятий, которые уже сошли, и которые просто процедурно развивались в свой технический цикл. Значит, и у Траунфилд, промышленный парк Пабрика, которая тоже находится в Благородской области, в которой до сегодняшний день активно застраивается. Кроме этого, у нас есть еще два парка. Много города, значит, один, вот, Примос, как правило, в Тасселе, Надежинский. Он будет заниматься прошлого года, он, кстати, действующий проектирует. Там, не все вопросы с другими решениями, поэтому, значит, полноценных есть очень нельзя. И... Свою часть вы сделали, а станок после одного проектирует. Ну, очень нравится, что есть просьба, значит, документировать. Я здесь, наверное, не знаю, как сказать. И четвертый парк, который, ребята, в доме удача, в моно-городе Купкин, полнокомпроектированный парк, Моно-город Грифе. Это Благородская область. Это Благородская область, да, но это моно-город. Я бы хотел здесь вот немножко рассказать о некоторых аспектах, как я понимаю, деятельности Северного парка, деятельности Северного парка. Потом, если можно, в конце уже ответить на оригинальный аспект. Ну, вот, Промышленный парк Северный развивался в три очереди. Это, как бы обратить внимание, то есть, возможно следует действительно при рассмотрении модели развития Северного парка все-таки разбивать его на этапы. Потому что это позволит, ну, более гибко реагировать на запрос конкретных резидентов. Часто бывает, что, ну, например, компания берется за большой парк, там, несколько сотен гектар, она начинает кристаловложение, ориентированность на человеческий парк, и вариант ошибиться в конкретной подъектной структуре в этом случае велика. Если ты разбиваешь парк на рошади, ты более гибко реагируешь на потребности резидентов, и это экономика реактивизирует затраты первоначальные, которые именно важны в течение бизнес-модели. Потому что всегда, это практически, практически в 100% случаев, первые годы в день беспредельной компании они выдачны. Потому что идет высокая фаза, большие затраты, потому что, чтобы это минимизировать, я считаю, что бывает, потому что давайте начать. Ну, в зависимости от ситуации, это может быть и три года, и пять месяцев. В зависимости от первоначальных затрат и от темпов, при начале энергетики. Здесь хотел бы еще обратить внимание на вопросы, связанные с чистым стопом. Если мы говорим о том, что при начале коронавирусного парка должны существовать предложения, связанные с канализацией, то всегда проектируется и используется с этой канализацией все-таки рекоментированным культурным таблицам. Потому что топового народа резидентов нет, понимания, как проектировать чистых сооружений, нет. Соответственно, если ты хочешь подоставить культурные таблицам, ты должен проектировать основание культурных таблицам. А вот в промышленном парке «Серванной» мы отделяем тот тот организаций чистых сооружений и сами их строили, проектировали, естественно, ориентировались на культурные стопы. Постепенно возникает проблема, связанная с тем, что те стоки, которые предприятие отбрасывают, они по самому составу не соответствуют технологии, используемой на чистых сооружениях. Начинаются, естественно, конфликты какие-то, штрафы резидентов и так далее. Учитывая, что все-таки предприятия компания является таким агрегатором, то есть ее задача стоит не в том, чтобы, ну, в отличие от обычных коммунальных организаций, в том, чтобы, конечно, цифровал следующий субъект, компенсировал свои расходы на наведение и все. Мы должны все-таки стремиться обязательно, чтобы мы резидентов. Поэтому я вижу здесь, в то время наполнения резидентами вызывает необходимость дополнительных положений структуры в виде предочистки. Мы, как номер пять, реализовали помещенные парки Северных, у нас изначально была такая схема, то есть, что бы то были в том, что не смешивались и, соответственно, поступали на чистые сооружения по проценту. В прошлом году установили инфекционную установку, собрав все данные по всем составу стопов, которые приходили на чистые сооружения, спроектировав, и вот эти уже конкретные ислоки, значит, разработанные технологии, позволяющие доводить, значит, поступающие от родных предприятий ислоки до требований той технологии, которая используется на чистых сооружениях. Значит, это, ну, так называемая, приночистка или функционная машина, которая, вот, в общем-то, приведу, ну, она может быть разной компоновки, но вот так вот у нас размещаются парк предприятий, хим-предприятий, пищевых предприятий, соответственно, исходя из этого состава, была такая схема, то есть, она стоит из четырех двух частей, и, естественно, в зависимости от активной ситуации может быть разной. Вот, но сам факт, что, решив вот эту проблему, ты, ну, учитывая, что технологические требования вырастают, то есть, ну, скажем, сейчас все буквальные предприятия очень сильно страдают от повышенных требований технологических. Рано или поздно все должны к этому приходить. И, соответственно, если пророчный парк не доставляет, он очень сильно, в этом смысле, снижает восходы предприятия не только на строительство ООС, но и на их эксплуатацию. Эксплуатацию, работу с экологическим надзором, с предоставленными органами и прочее. Это я вам хочу сказать, что, вот, в основании инфекционного парка обязательно необходимость что-то делать со стоками, в конце концов. Да, вот, говорение о том, что еще твердый отход, да, то есть, это отдельное отбавление, которое тоже, я считаю, что это очень интересно, но, опять же, когда ты видишь всех этих инфекций, ты сможешь уже сформировать чехолок, заходить в срок, понимая именно отходы, да. Второй парк, это Браунфилд, это бывший парк Плавлика. Здесь я хотела бы рекомендовать следующее. Это Браунфилд, да, проект, значит, что очень важно, это использование конкретных ресурсов, и на подвижение услуг этого парка. Но, значит, это парк посвящен денег, который привлекает резидента, здесь возможности будет размещение. Вот, например, вот эта инфрактивная парка, она позволяет, скажем, ну, сократив временные затраты резидента на то, чтобы позвониться в управляющую компанию, провести какие-то переговоры, зайдя уже на сайт, получить по максимуму информации, в том числе здесь условно репликулирование, да, то есть вот, ну, кто-то может попробовать продолжать, например, такую разноцветную поляку и получить какие-то возможности уголового размещения. То есть, вот, это мы однократно уже прорабатывали Саил, то есть, если вот будет совместное развитие, то вот этот маркеттейс, который предполагается в создании, он очень может быть востребован как раз в точное зрение продвижения взрывающихся объектов, если мы сможем каким-то образом инфицировать, значит, этот маркетплейс с теми интернет-весосами, которые существуют в виде такого вот предложения. Это тоже, я считаю, один из аспектов инфекционного банка именно использования этой технологии. Да, еще и ВСИ бы хотел. Значит, еще одно такое интересное добавление, которое считает, тоже обязательно. Мы его попробовали в Северном, и сейчас вот тоже продолжаем на фабрике. Это, значит, ну, в Северном создался бизнес-инкубатор по правительству развития, когда строились объекты, которые предоставляют другие по льготной арене для производственных стартапов, которые, имея возможность на первом этапе разместиться на площадях от 200-500 квадратов, вырастали потом средние предприятия и уже становились полноценными изделиями в Северном. Вот это направление мы на фабрике «Фабрика» развили, четыре таких производственных объекта в этом году вводим, значит, где предполагается, что предприятие будет размещаться со ставкой ну и выше 50% от существующей рыночной ставки. там есть шоколад, 15, 25, 50. Но в этот искренний момент, в месяцующий день 14 таких производственных помещений, практически все надобраны за 2-3 месяца, идет, скажем, случай из числа предприятий, которые в случае освобождения, значит, какой-то территории может словно подойти. И у нас за 11 лет деятельности целый ряд из примеров, когда из таких маленьких предприятий вырастали средние предприятия, которые затем уже стояли с полноценными какого-то обычного парка. Внутри, да, уже в ходу, хоть только аренда, а там уже собственные. Вот такие аспекты, которые, как хотелось обратить внимание, еще многое из других, но я считаю, вот эти вот моменты, если говорить об развитии и на работе соединенного парка, они важны, не должны быть. И что касается регионального аспекта, я уже начал бояться, что главный с этой темой уйдет. Ну, я быстро, так сказать, уйтирую. Значит, естественно, совершенно разные условия, так сказать, взаимодействия, то есть, ну, то есть так, для Невосточной Торы это самое, я считаю, выгодное, наверное, место на сегодняшний день для размещения в предупреждениях. Второе, это выгодность, она, надо срочетить, просто депорировать. Думаю, что хватит терпения, не только в инфициальном парке, но и у всех тех предприятий, которые уходят, дождемся в реализации всех тех засек, которые есть, получим при условиях, которые в реализации. Ну, если, так сказать, перевести это в нормальные слова, то есть, ну, просто есть очень большие инфицированные проблемы. Соответственно, ну, говорить о том, что можно серьезно заниматься при лечении резидентов, можно так, когда они выдержат. Значит, это один момент. Второй момент, все-таки, я считаю, несмотря на то, что наши царства сколько же, десять лет исполнилось, да? В следующем году вынесли. В следующем году вынесли, да. Мы все-таки еще, наверное, не до всех регионов донесли, вообще, хотя мы говорим, вот, как уже везде есть площадки, везде есть инструктура, но далеко не везде. То есть, говорите, Дальний Восток, ну, знаете, с Ассоцией может дать цифры, там в единицах регионов вообще есть какие-то площадки, а если быть на органах власти, практически мало, вообще, в органах власти этих регионов, знают, что какой-то, в реальной парке, даже не то, что знает, а готов знать. Поэтому, вот, насколько регионание такое. То есть, у нас, в следующий день, есть определенная проблема в образовании. То есть, в разъяснении, хотя мы думаем, что все все знают, значит, вот, наши нормативные базы, наши опыты, так далее, подальше от Москвы. Но, в Сибирь, все-таки, ближе в Москве. Здесь гораздо больше узнали, как это реальный парень. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Слово хотел бы предать Фарину за первым этот проект. У вас крупнейший проект страны. У вас только в чемпионат, миллион четыреста тысяч квадратных метров, общая сложность в направлении уже миллион пятьсот квадратов. И это только недвижимость, и это уже цепейный участок. Вы работаете в нескольких регионах, по ним, на основных инфляционных точках локации, это еще и Ставропольский край, Ильянский область. Скажите, пожалуйста, о том опыте, который есть у вас, с точки зрения не только создания сети строительных парков, но и дальнейших управлениями этими проектами, развития его, увеличения резидентов. Потому что много, на самом деле, разговоров, я слышу, о том, что хотелось бы наштабировать бизнес, хотелось бы тот опыт, который накоплен при успешной реализации первых проектов, использовать где-то еще. Вы вот редкий пример того, наряду с Андреем, наряду с еще несколькими парками, которые идут по такому пути, но ваш сам круг. Как вы это делаете? Какие вопросы, какие проблемы для этого уйти? Я должен сказать, что это очень трудно. И можно очень долго об этом говорить. Но так как вы с вами оказались между аудиторией и обедом, поэтому постараюсь не сказать. Много уже сказано было. Я в крючок поддерживаю практически каждое слово, которое вы здесь сказали. и я просто чуть-чуть на то, что для себя ответил, заметил. Но действительно, когда мы идем речь о развитии, расширении сети, в разных регионах разные бывают подходы. То есть, после того, мы столкнули с тем, что наоборот, после того, как объект недвижимости освободился, тем более уехал с города с объектом. И наоборот, не хотим жилищного строительства. Давайте сохраним промышленную направленность. И именно поэтому что там возникнут стрелки. А в других территориях напрямую в челнах с народом изначально это было несколько вариантов. В этом не вопросе тернии недвижимости, он может постепенно постепенно смотреть на город и выбирать. Какой сценарий можно было продать и однократно заработать и запустить формат материальный фактор. Что его выполнено сделано. На мой взгляд, очень так вот. Эти вопросы связаны с развитием. Они, естественно, разные не возникают, но как раз принимается решение исходя из какой-то конкретной экономики. То есть мы здесь выкаем, не выкаем. Мы всегда стараемся доказать, рассказать о том, что здесь есть экономика для регионов, для управляющих компаний. Положительные экономики. Про сельно-сорядных парков. Здесь, можно сказать, еще и про развитие и управление этими парками. Здесь много тоже вопросов, начиная от стандартов корпоративного управления. Это регулирование различных вопросов, связанных с налоговыми, с обувками. Здесь очень большая корпоративная корпорация. То есть КРАМАС это, в принципе, как в Егодской корпорации, но тоже очень большой блок. И он свои стандарты спускает на нас. Мы это транслируем, это дальше транспортируем через специфику транспортируем. Вот. Ну и очень важный момент управления этими парками это именно персонал. Люди, которые занимаются работой в нашей практике работает так, что человек, который рос внутри нашей компании, он переезжает строительную компанию на месте и собирает команду уже на месте. Но даже такая история не приводит к тому, что вот эти стандарты даже повторяются. Потому что у каждого свой взгляд на ситуацию, где-то там вообще свои нюансы. И вот это воспитание по развитию человека, это критерный процесс очень многое затрачивается времени, усилий. И здесь еще важным моментом я вот перецепил еще вопрос про людей, участников проекта стандарта. Даже если регион не вкладывать в проект вам не вкладывать на капитал, очень важное влияние, очень важное участие региона, его ни с тех, ни с тех, ни с тех, ни с тех, чиновников на каждом месте, которые оказывают влияние на проект. Сейчас, к сожалению, есть такая практика, что региональные чиновники говорят, мы же вам сколько всего сделали. Далее годы, светофор поставили для того, чтобы остановиться. Давайте подвиньтесь и этому резиденту сделаем дополнительную годы. Надо сделать понимать, что институт бизнес. Это вопрос, который отбивание инвестиций можно. Поэтому больше хочется, чтобы развитие человеческого фактора было как выборочной компанией, так и со стороны государства. И про сеть корпоративную сеть. Это наша история, но здесь надо смотреть шире. архимикант этих мастер. Мы совершенно не относительно, спросишь, кто там знает, называют сразу две компании. И вообще говорят ассоциации института 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 мы всегда знаем, кто лучше разбирается вопросом, мы можем сразу обратиться через ассоциацию, и вот здесь тоже очень много чувств, которые нужно использовать. Вопросы, которые сейчас поднимаются. Кооперации Сергей говорит, надо у тебя в презентациях ведет, что на площадке кооперации, а сейчас вопрос это резиденты всех института которые могут найти дополнительные эффекты для себя взаимодействия. сетевая сетевая большая история интересно быстро поэтому вопросов на самом деле много, возможностей много, и я с удовольствием предложаю всех действующих участников института к слову вам аудиторию держать будет все сложнее и сложнее но я не сомневаюсь с честью выйти из этой ситуации у меня сложно соревноваться с голодом людей инстинкт туда пойдет многим интересно я послушал на самом деле очень полезная дискуссия хорошо, что мы так собираетесь первое, о чем мы говорим давайте письмо напишем в СНН чтобы регулировать проблему которая может появиться стала затрагивать эффективность деятельности парка второе направление мы об этом на следующий год думаем мы уже деньги закладываем на работу не мог бы наверное разработать некоторые методические рекомендации по управлению площадками нам проехаться ребенок рассказать это потому что у нас в последующий год запланировано в каждом федеральном области это форум Минпром который будет проходить в течение трех дней с участием всех экспорталов мы назовем в течение форум форум Я сказал, что вот хорошо у Дениса 8 в парке за рубеж, как-то получается, станут со своими населениями.